Привет! В прошлом году Samsung выпустили смартфон Galaxy S20 FE. И судя по всему, идея с доступным флагманом зашла пользователям достаточно хорошо. По крайней мере, достаточно для того, чтобы корейцы решили развивать ее дальше. И если смартфон Galaxy S21 FE мы пока что только ждем, любуемся на него во всяких новостях и утечках, то вот планшет Galaxy Tab S7 FE уже не только представили, но и запустили в продажу, в том числе и в России. По названию понятно, что это облегченная версия топовых Tab S7 и S7 Plus, и поэтому главных вопросов к нему два. Первый, насколько облегчили по сравнению с флагманами, и второй, как это сказалось на цене. Вы на канале Zender Today, садитесь поудобнее, будем разбираться. Собственно, предлагаю с цены начать. Tab S7 FE существует в двух модификациях, которые различаются объемом памяти. Первый, 4 гига оперативки и накопитель на 64 гигабайта, а ее официальная стоимость на момент выхода 49 990 рублей. Второй вариант получил 6 гигабайт рам и 128 гигов под хранение файлов и программ. За нее Samsung просит 54 990 рублей. Разумеется, через какое-то время появятся варианты дешевле, чем у официалов. В описании оставлю ссылку на Яндекс.Маркет, заходите и проверяйте на тот момент, когда будете смотреть обзор. Ну и давайте разбираться, что мы за эти деньги получаем. В том, что касается внешнего вида, новинка почти один в один повторяет Tab S7 Plus. Поэтому мне Tab S7 FE понравился. Весь такой строгий, с острыми углами, плоскими гранями, короче говоря, минимализм во все места. И знаете, пока пользовался им, пока готовил обзор, мне пришла в голову такая мысль, что планшеты 7 серии у Samsung намного больше по стилю, похожие на 12-й iPhone, чем на смартфоны самой Samsung. Что порадовало, кроме внешности, новинки от старших моделей достались и материалы. Точно так же, как и флагманы, Tab S7 FE щеголяет цельнометаллическим корпусом, не считая небольших пластиковых вставок под антенны. Так что, с точки зрения надежности и таксильных ощущений, полный порядок. Конструкция тоже знакома по старшим моделям на коротких торцах динамики и разъем для зарядки USB Type-C, разумеется. На длинных кнопки громкости и включения лоток для карты памяти и симки. А с другой стороны специальный разъем для подключения фирменной клавиатуры. И точно так же, как и у старших моделей, нет разъема 3,5 мм под наушники. Как по мне, решение очень странное. В смартфонах это оправдывает экономии места. Но то, что не нашлось места на один разъем в планшете, на 12,5 дюймов верится слабо. К слову о 12,5 дюймах. Надо понимать, что это большой планшет и пользоваться им долгое время одной рукой вообще неудобно. Плюс он еще и весит 600, больше 600 грамм. К тому же у него довольно-таки маленькие рамки вокруг экрана. Это смотрится, конечно, здорово, красиво. Но вот когда пытаешься схватить его поудобнее, палец, получается, залезает на экран. И это иногда может приводить ко всяким мискликам и так далее. Ну, в зависимости от того, что происходит на экране. И на самом деле, даже когда держишь его двумя руками, если пользоваться на весу, то через какое-то время это становится уже некомфортно. Например, вот я пробовал играть и намного удобнее, когда ты его все-таки на что-то обопрешь. Поставишь там на стол, на ногу и на живот, если лежа играешь, чем держать на весу. Это неплохо и нехорошо, просто это такая особенность конструкции. В принципе, это относится к любому планшету с диагональю больше 10 дюймов. И еще один момент. В отличие от старших версий, в этой модели не предусмотрен сканер отпечатков пальцев. Так что только распознавание по лицу. Экран у новинки где-то между Tab S7 Plus и обычным Tab S7. От первого у него диагональ 12,4 дюйма, а от второго матрица IPS. И это, наверное, многие даже будут читать преимуществом. Но вот я почему-то думал, что будет AMOLED. И немножко растрелся, когда оказалось, что это не так. Разрешение осталось таким же, как у старших моделей. 2560 на 1600 пикселей. Субъективно, впечатления от дисплея хорошие. Четкости хватает на любые сценарии, включая чтение. Конечно, с учетом большой диагонали, итоговая плотность пикселей не такая высокая, как у флагманских смартфонов. Что-то около 240 точек на дюйм. Но, так как планшеты обычно держат дальше от глаз, чем смартфон, этого вполне хватает. Цвета яркие и насыщенные. Если бы не черный, который неплохой, но не идеальный, то вполне можно было бы перепутать с AMOLED. Общая яркость и углы обзора тоже приличные. По крайней мере, хватает, чтобы нормально пользоваться и в помещении, и на улице. Оттенки под углами не искажаются, но, правда, яркость падает заметно. В целом, можно подумать, что экран версии FE не уступает обычному Tab S7, тому, который нужен себе с матрицей. Но, на самом деле, это не совсем так. В Galaxy Tab S7 FE не доложили поддержку частоты 120 Гц, которая есть у более старших моделей. Про это скажу так. Для меня это вообще не играет большой роли. Но я читаю комментарии, в том числе у себя под обзорами. И для многих это важный момент. Аудио часть тоже стала попроще. Вместо четырех динамиков, как в Tab S7+, в этом оставили только два. С другой стороны, к качеству и громкости вопросов все равно нет. Звук чистый, даже есть какие-то низы. Для игр и фильмов вполне достаточно. Да и музыку врубить фоном на таком не стыдно. За настройку динамиков, кстати, отвечают специалисты из АКГ. Относительно стилуса есть две новости. Как водится, хорошая и не очень хорошая заключается в том, что он по-прежнему входит в комплект поставки. И покупать его отдельно не нужно. Но при этом комплектный S-Pen не такой продвинутый, как у старших моделей. Упростили его по сути в одном. Нет встроенного Bluetooth-модуля, поэтому не работают жестовые управления и всякие другие фишки с дистанционным управлением. Ну, вроде дистанционного спуска камеры, что на самом деле иногда очень удобно. При этом, в том, что касается прямых задач и возможностей, он все так же хорош. Всяких сценариев использования стилуса Samsung предусмотрели целую кучу. От очевидных, вроде рисования или раскрашивания, до всяких полезных мелочей, как, например, перевод нужного слова, незамесимо от того, в каком приложении или документе оно встретилось. Разумеется, есть распознавание рукописного ввода с переводом его в печатный текст. Что приятно, для этой функции есть поддержка большого количества языков, включая русский. Качество распознавания я бы назвал средним. Чаще всего софт четко считывал даже мой коряренький почерк, но иногда на него что-то находил, и в результате бывало, что из целого предложения он не угадывал ни одного слова. Для переноски стилус можно закрепить прямо на самом планшете, и магнитные крепления держатся довольно плотно, хотя если носить его где-то вне дома, то лучше все-таки убрать из пен в рюкзак или карман. От тряски он не отваривается, но если за что-то задеть, то вполне может отлететь. Главной фишкой Galaxy S20 FE было то, что при меньшей цене у него было такое же железо, и, соответственно, примерно такая же производительность, как и у остальных флагманов 20-й серии. Поэтому и от Galaxy Tab S7 FE я тоже ждал, что по железу он будет примерно таким же, как старшие модели в линейке. Но, увы, это оказалось не так. Расстраиваться особо тоже не стоит. Новинка получила свежий чип среднего уровня Snapdragon 750G4 или 6 гигов оперативки и накопитель на 64 или 128 гигабайт. Плюс поддерживаются карты памяти объемом до 1 терабайта. У меня на тесте оказалась и младшая версия, что хорошо. Как раз смог оценить, достаточно ли планшету в 2021 году 4 гигов памяти. И знаете, да, конечно, сценарии использованы могут быть разными, но в моем случае нехватка оперативной памяти не ощущалась никак. Что касается процессора, то он в целом немного быстрее, чем такие популярные модели, как Snapdragon 730G или 720G. Но, естественно, не дотягивает до 865-го дракона, как у старших версий. Впрочем, сейчас производительности достаточно для всего. В тех играх, которые я запускал, спокойно пережевываются высокие настройки, оболочка работает плавно и отзывчиво. Ну и с программами тоже порядок, включая случай, когда запущено несколько приложений в режиме разделения экрана. А еще он почти не троттлит, что тоже приятно. Еще один плюс этого процессора – неплохая энергоэффективность, что положительно сказывается на времени автономной работы. В моем сценарии использования – это чтение книг, немножко игр, множко ютуба и всяких фильмов с потоковых сервисов – он держится без подзарядок примерно по 3 дня. Если говорить о каких-то более конкретных цифрах, то за 2 часа воспроизведения Full HD видео из-за памяти устройства на половинной яркости и в авиарежиме ушло 18%. Кроме того, планшет поддерживает быструю зарядку, но тут не все так просто. Хоть он совместим с зарядными устройствами вплоть до 45 Вт, и Samsung в рекламе указывает скорость именно с учетом такого зарядного устройства. В комплекте с Tab S7 FE идет адаптер на 15 Вт, а если нужен более мощный, то его нужно покупать отдельно. Из коробки Galaxy Tab S7 FE работает на Android 11 с оболочкой One UI 3.1. И в своем стандартном обычном режиме она почти не отличается от того, что мы видим на смартфонах самсунговских. Из интересного, мне понравилась возможность одновременно запустить два приложения сразу в режиме разделенного экрана. Для этого надо сначала обычным способом их запустить, после чего можно запомнить эту пару и запускать через панель Edge. Кроме того, есть специальный настольный режим DeX. В нем интерфейс выглядит как привычный настольный OS, вроде той же Windows, с окнами, подобием меню пуск, многозадачностью и так далее. Его удобно использовать, если подключить к планшету клавиатуру с мышью, а можно еще и внешний экран подрубить полностью ПК. Он, конечно, все равно не заменит, но может и пригодится где-нибудь в командировке или поездке, если нет с собой ноута. С камерами в Samsung мудрить не стали. Одна сзади на 8 Мп и одна спереди на 5 Мп. По качеству особо говорить нечего, сгодится для каких-то простых задач, например, документы сфотографировать, если вдруг почему-то под рукой нет смартфона. Фронтальная, соответственно, сгодится для видеозвонков. Но, в принципе, почти любой смартфон среднего уровня и выше справится с фото- и видеосъемкой лучше. Так что про камеры стоит знать, что они есть. На всякий случай еще записал пример того, как планшет записывает видео. Вот так Tab S7 FE записывает видео. Максимальный доступный режим это 30 кадров в секунду при Full HD разрешении. И еще есть просто HD, тоже 30 кадров в секунду. То есть не 60 кадров в секунду ни в одном режиме недоступно, а не более какие-то высокие разрешения, там 4K, HD и все такое. Первый раз, на самом деле, записываю видео, еще не видел, как выглядит конечный результат. Не знаю, как дело обстоит с стабилизацией. Посмотрим уже в итоговом видео. Я на монтаже, когда видос выложу. Так, ну давайте глянем на фокусировку. Ну, автофокус работает. Хотя вот сейчас что-то подзалип. Нет, не подзалип, но я довольно долго реагировал. Ну, в общем, камера такая. Она есть, как уже сказал, и больше про нее сказать нечего. Любопытный факт. Все доступные на данный момент версии Galaxy Tab S7 FE поддерживают установку сим-карты и, соответственно, мобильный интернет. Правда, сети только четвертого поколения, хоть процессор и имеет встроенный 5G модем. Золоток двусторонний. С одной стороны симка, с обратной стороны предусмотрен слот под карту памяти. В остальном есть все, что нужно для планшета. Bluetooth пятой версии, Wi-Fi с поддержкой сетей на 2,4 и 5 ГГц и, конечно, GPS. А вот NFC и радио нет, но в планшете они, мне кажется, особо и не нужны. Что по итогу? Знаете, смотрю на этот планшет, потом смотрю на его рекомендованные цены и думаю, что вот если со смартфоном Galaxy S20 FE Samsung с ценником угадали, то вот тут немножко промахнулись. Причем сам по себе планшет хороший, приятная модель, мне понравилось им пользоваться, нету каких-то серьезных косяков. В общем, все как надо. Проблема в том, что разница в цене с более старшими моделями получилась какая-то небольшая. Вот скажем, если бы я сейчас себе выбирал планшет и был готов на него потратить 50-55 тысяч, то я бы, наверное, лучше взял себе обычный Tab S7. Да, чуть поменьше экран, но зато процессор мощнее, экран 120 Гц поддерживает. Ну, вот это вот все. А то, может быть, и вообще добавил бы еще чуть-чуть и взял бы уже Tab S7+. Ну, это мои мысли, окончательный выбор, конечно же, за вами, поэтому пишите в комментариях, как вам новинка, какие ваши мысли на ее счет. А у меня на сегодня все, спасибо, что смотрите, увидимся.